Здравствуйте! Ближайшие 20 минут мы расскажем вам о самых заметных городских событиях. В студии Станислав Юдин и Татьяна Зайцева. А сейчас, коротко, о главном. Каким будет наш двор, решим сами. В Магнитогорске стартовал проект формирования комфортной городской среды. Праздник со слезами на глазах. Обзор городских мероприятий, посвященных Дню Великой Победы. Сегодня юные принцессы, завтра королевы красоты. В Магнитогорске прошел традиционный конкурс «Маленькая красавица-2017». А сейчас об этих и других событиях более подробно. 50 тысяч горожан приняли участие в праздновании Дня Победы в Магнитогорске. Немало поспособствовало массовости и хорошей погоды. Отлично сработали и организаторы праздника. По сложившейся традиции в нашем городе День Победы знаменуется тремя масштабными событиями. Симфония Победы у монумента Телфронту, парадом Победы и шествием Бессмертный полк. Симфония Победы – это музыка, песни и стихи, посвященные победе советского народа над фашистской Германией. Звучали они 8 мая у монумента Телфронту. На сцене выступали победители тематического городского фестиваля конкурса, приуроченного ко Дню Победы. Камерный хор и сводный оркестр погружали зрителей в атмосферу военных лет. Магнитогорцы почтили память погибших воинов, возложив цветы к мемориальным плитам и стене памяти с фотографиями участников Великой Отечественной войны. Заключительным аккордом симфонии Победы около 11 часов вечера стали традиционная песня «День Победы» и «Красочный фейерверк». На симфонии Победы, по данным, было более 4000 человек. И несмотря на то, что форс-мажорные обстоятельства накануне праздника были сильным ветром, все удалось восстановить, все удалось делать, и все было организовано и проведено очень хорошо. По подсчетам организаторов, на Парад Победы 9 мая пришли 50 тысяч магнитогорцев. В Параде техники приняли участие городское отделение ДСААФ, подразделение пожарной охраны, участники центра «Славяне» и клуба «Штурм». Перед собравшимися проехали легендарные автомобили Горьковского автозавода и даже бронированная разведывательно-дозорная машина. В пешем строю промаршировали перед ветеранами знаменная группа магнитогорского подразделения военно-космических сил России, участники боевых действий, сотрудники МЧС, полиции и исправительной колонии, казаки, кадеты и юно-армейцы. Вновь поразил своей массовостью и бессмертный полк. Отдельные слова благодарности хотелось бы сказать всем участникам бессмертного полка, которые очень организованно, аккуратно прошли, поздравляли ветеранов, четко слушали указания организаторов, выстраивались как надо, то есть очень-очень хорошо все прошло. Ну и отдельные слова благодарности участникам парада, руководителям подразделений, командирам частей, которые промаршировали по главной площади города, показали свое строевое мастерство, порадовали наших жителей города. В внешней части, безусловно, отличалась массовость, порядка 4 тысячи магнитогорцев прошли строю бессмертного полка, поэтому, конечно, нас это только радует, и этому, безусловно, поспособствовала погода. И мне бы хотелось поблагодарить горожан за участие, и их равнодушие, и, конечно, мы надеемся, что в будущем году участник Ковшевской станет гораздо больше, еще больше магнитогорцев присоединяться к ритам бессмертного полка. Симфонию Победы и День Победы в Магнитогорске Наша телекомпания покажет в эфире вновь 13 мая в 15 часов и 21 мая в 13 часов 50 минут. Не пропустите! Продолжаем программу. В Магнитке заговорили на китайском. С целью установления дружественных отношений наш город посетил мэр и чиновники из города Цзямусы КНР. Гостей с Востока принимал глава Магнитогорска Сергей Бердников. В ходе общения выяснилось, что у Магнитогорска много общего с родиной китайских гостей – провинции Хэйлунцян. Мы сегодня поняли, что мы живем в одних климатических условиях. Мы услышали, что у вас в провинции такая же суровая зима. Раз уж у вас такая же зима, и она также по продолжительности порядка шести месяцев, я понял, наверное, вы умеете кататься и на коньках, и на лыжах. Магнитка – город, который не только производит металл. Она одновременно является городом-героем, который внес большой вклад в победу вашей страны во Второй мировой войне. Сегодня мы увидели, что ваш город – не только большой промышленный центр, он также вносит большой вклад и в развитие социальных направлений. В рамках однодневного визита гости из города Цзя-Мусы посетили ряд объектов Магнитогорска, в том числе историко-краеведческий музей. В Магнитогорске началось формирование комфортной городской среды. Напомним, оно проводится в рамках реализации национального проекта, инициированного партией «Единая Россия». Стремясь вовлечь россиян в благоустройство мест проживания, единороссы дали возможность горожанам самим решать, что должно быть в их дворах. Эти начинания были поддержаны солидным финансированием из федерального бюджета. Магнитогорцы долго себя ждать не заставили. Члены общественной комиссии уже приступили к рассмотрению первых заявок, сформированных жителями Ленинского района. Задумав поэтапную реализацию этого проекта, его инициаторы решили ежегодно выделять городам определенную сумму денег. На формирование комфортной городской среды в этом году Магнитка получила 144 миллиона рублей. Эти средства было решено направить на благоустройство не только внутриквартальных территорий, но и городских парков. Кино России, как нам Илья Венча объяснил, местное отделение выступило инициатором. Его поддержали три районные комитета самоуправления и еще несколько иных общественных организаций, чтобы деньги по программе вышли из вышестоящих бюджетов. Городская среда в части парка и скверы направить на реконструкцию Парка Победы возле монумента ТВ-фронта. Приведением в порядок Парка Победы городские власти грезили давно. Однако для городского бюджета эта статья расходов была неподъемной. Теперь же, благодаря национальной программе, он по праву сможет стать любимым местом отдыха горожан. На реконструкцию парка будет потрачено 48 миллионов, остальные 96 пойдут на благоустройство дворов. Идея сделать пространство перед домом более комфортным вдохновила многих. В Ленинском районе было подано 52 коллективных заявки, в которых вошел ремонт дворовых проездов, установка освещения, скамеек, урн и многое другое. Жители Ленинского района, в первую очередь, интересуют и игровое детское оборудование, и, конечно же, парковочные карманы. Большая львиная доля средств пойдет именно на обустройство парковочных карманов. Из-за большого количества заявок членам комиссии пришлось выбирать, какие из них они смогут реализовать уже сейчас, а что придется перенести на следующий год. Критерии берутся, это собираемость жилого дома за жилищно-коммунальные услуги, что где процент выше, там балл выше. Это год постройки дома, что если год ниже, или, скажем, дом старше, соответственно, балл больше. Там, где жители участвуют финансами и вкладывают свой труд, соответственно, балл выше. Там, где есть проектно-смертная документация, там тоже балл выше. В результате в программу этого года было включено 23 двора Ленинского района, благоустройство которых начнется уже совсем скоро. Татьяна Артеменко, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. И в продолжении темы о том, как будет реализовываться программа формирования комфортной городской среды в Правобережном районе, обсудили в городской администрации. Напомним, приоритетный проект формирования комфортной городской среды был утвержден в ноябре 2016 года Советом при Президенте России. Согласно ему, жители регионов нашей страны получают уникальную возможность привести в порядок проблемные дворовые территории, благоустроить парки, скверы и набережные, возвести в квартале детские площадки или обустроить парковки. Что именно войдет в список мероприятий и объектов благоустройства, решали сами жители. К протоколу общего собрания дома жильцы должны были приложить два перечня работ по благоустройству. Основной, минимальный, будет финансироваться за счет бюджетов разных уровней. Второй перечень, дополнительный, будет реализован на условиях софинансирования, в том числе и с участием собственников жилья. В результате жители Правобережного района проявили очень высокую активность. Как итог, в этом году по программе формирования комфортной городской среды будет обустроено 25 дворов. Мы уже полностью, в общем-то, отработали все необходимые документы. У нас заявки продолжают поступать. И активность жителей очень высокая. Тот, кто читает информацию, тот, кто интересуется этими вопросами, они, в общем-то, попали в ту программу, которая будет осуществляться в этом году. Майские праздники в этом году особенно запомнятся десятерым молодым магнитогорским полицейским. В Музее магнитогорской полиции они дали присягу на верность России. На путствовать молодежь пришло руководство Магнитогорского ОВД, ветераны службы, родные и близкие новобранцев. Продолжит Юлия Никифорова. Десять молодых полицейских пополнили ряды сотрудников органов внутренних дел нашего города. Вканун главных майских праздников они дали присягу на верность Российской Федерации и ее народу. Службу в полиции современная молодежь считает престижной. По словам руководства Магнитогорской полиции, отбор потенциальных сотрудников очень строг. Производится он на конкурсной основе, претенденты проходят основательный медицинский осмотр, ряд всевозможных проверок. Магнитогорские полицейские гордятся. Сегодня к ним идут здоровые, физически подготовленные молодые люди, отслужившие в армии, многие после окончания высших и среднеспециальных учебных заведений. Мне 22 года, я отучился в МГТУ, строительный колледж на специализацию техник-строитель. Работу в полиции я считаю престижной работой, так как людям в данное время очень тяжело противодействовать преступности, коррупции и всевозможным противоправным действиям. Я пошел, чтобы противодействовать этому. Принятие присяги – ключевое событие в жизни молодых полицейских. Дав клятву служить России и закону, они становятся полноправными сотрудниками подразделений ОМВД России по городу Магнитогорску. Перед принятием присяги сотрудник прошел стажировку в органах внутренних дел. В течение шести месяцев они показали все, что они могут, что они готовы, были осуществлены их обучение по месту несения службы, по итогам которого обучение они сдали итоговые зачеты и были назначены вновь на должности сотрудников полиции. Традиционно приведение к присяге проходит в торжественной обстановке. Это праздник, на котором разрешено присутствовать родным и близким новобранцев. Ну и, конечно же, молодежь напутствовали руководители Магнитогорской полиции и ветераны службы. Я хочу, чтобы вы с честью и достоинством несли этот долг сотрудников органов внутренних дел до конца своей службы. Поздравляю вас, желаю вам всего самого наилучшего. Непростая служба, которую вы выбрали, но если вы пройдете достойно весь период, тот период, который Сергей Викторович обозначил, а я конкретизировал, 37 лет, пусть это будет радостью для родителей и твердая уверенность в том, что вы намного способны в нашей жизни. С праздником! В Магнитогорске прошел традиционный конкурс красоты среди девочек и девушек-подростков «Маленькая красавица-2017». Внешнюю и внутреннюю красоту девочек жюри оценивало в трех возрастных категориях от 6 до 10 лет, от 11 до 13 и от 14 до 15. Подробности в нашем сюжете. Несмотря на то, что конкурс носит название «Маленькая красавица-магнитки», его можно окрестить и как «Маленькая умница» или почти по классике «Маленькая спортсменка», «Комсомолка» и просто «Красавица-магнитки». Одна лишь привлекательная внешность – фактор весьма субъективный. Согласитесь, все дети по-своему красивы, и было бы совершенно несправедливо с линейкой замерять их носы, глаза и другие параметры, и, сверяя с таблицей стандартов, ставить пробу или клейбу. Поэтому на сцене блистали девочки, у которых за душой есть и еще что-то, помимо симпатичной мордашки. Например, 14-летняя Валерия Тонина половину своей жизни изучает английский язык и интересуется медициной. 11-летняя Анастасия Лагутина занимается воздушной акробатикой и мастерит своими руками игрушки. 9-летняя Настя Кожухарь плавает, рисует и добивается успехов в спортивной акробатике. Можно долго спорить, нужны ли такие конкурсы детям с их неокрепшей психикой. Сюжет не об этом. Раз родители берут на себя ответственность за моральную готовность своих чад, видимо, их дочери готовы к испытаниям сцены. В любом случае, мотивация у каждого своя. Конкурс красоты – это очень красиво, прежде всего для девочки. Пусть познают изначально, что такое прическа, что такое платье, что такое макияж, как реально ходить, уметь ходить. И действительно, один из плюсов участия в конкурсах красоты в том, что девочки начинают осознавать, что они именно девочки. У них и после конкурса спина остается прямой, походка легкой, волосы – ухоженными. Такие уже не позволят себе надеть, к примеру, удобные бесформенные штаны или растянутый свитер. Красавица должна соответствовать своему званию всегда, а не только по цветам софитов. Одно из самых зрелищных, сложных и в то же время интересных заданий – показ платьев, сделанных самостоятельно из подручных материалов. Самыми популярными моделями стали наряды из полиэтиленовых пакетов. А Виктория Натейкина произвела буквально фурор своим выходом в экологичном наряде из конфетных фантиков. В прогрессивном кутюрье оказалась ее мама. Мы, получается, копили с того года. Я уже участвую в четвертый год. И мы копили всей родней. Мы в деревню звонили, чтобы копили нам фантики. Потом, когда копилось много фантиков, мама начала собирать. На это платье мы потратили 5-6 тысяч фантиков. По времени сколько? Год. Апофеоз конкурса – финальный выход в вечерних платьях. Каждая девочка здесь и сейчас самая обаятельная и привлекательная. Маленькую красавицу-магнитки выбирали в разных возрастных группах. В старшей ею стала Ксения Абрамова, в средней – Полина Мухамедшина и в младшей – Яна Быкова. Более подробно о конкурсе «Маленькая красавица-магнитки-2017» смотрите в программе телекомпании ТВН 15 мая. Татьяна Зайцева, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВН. О заметных событиях в жизни магнитогорского спорта через несколько секунд. В череде событий, посвященных празднованию Дня Великой Победы, было много спортивных. И далеко не все они прошли на больших площадках при солидном количестве зрителей. Но на азарт и серьезность борьбы масштаб состязаний никак не влиял. Так, например, на футбольном поле 17-й школы ее воспитанники дали настоящий бой своим старшим товарищам из пожарной части номер 24. С подробностями наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. В школе номер 17, которая еще с середины нулевых имеет статус коррекционной, учатся ребята с ограниченными возможностями здоровья со всего левого берега. Но жизнь здесь кипит полноценная, без оглядки на какие-либо ограничения. Несколько лет назад у школы появились новые друзья – сотрудники пожарной части номер 24. Сначала ребята приезжали к нам, учили детей пожарной безопасности, вплоть до того, что и показывали, как тушить пожар, и примеряли свои костюмы, то есть устраивали соревнования. Как всегда, открыты, стараемся приглашать школы, открытые всякие уроки проводим непосредственно. Мы учим детей пожарной безопасности, показываем им технику, в дальнейшем также приглашаем их с нами сотрудничать, работать. Еще одна традиция – подобные встречи на футбольном поле. Очередная была посвящена грядущему Дню Победы. С самого начала игры стало понятно, что спорту в школе уделяется повышенное внимание. Не случайно 17-я уже несколько лет подряд занимает первое место среди коррекционных учреждений города по организации физкультурно-оздоровительной работы. В этом году мы взяли к себе в штат педагога дополнительного образования. Он же является действующим игроком нашего магнитогорского футбольного клуба. Поэтому вот такая подготовка футболистов. Уже к исходу первого тайма хозяева вели 4-1, а в дебюте второго забили еще раз. Видно, что у них они сложные, стремятся, борются и пытаются обыграть таких матерых людей МЧС. Но в оставшиеся минуты доблестные огнеборцы по-настоящему зажгли. И к исходу основного времени был зафиксирован равный счет 6-6. Пожарные снова доказали, и у них с физической подготовкой все в порядке. Приходится постоянно работать в задымленной зоне. Это очень тяжелая работа в тепловой. И непосредственно приходится работать, бегать, постоянно людей спасать. И от этого требуются очень высокие требования к физической подготовке личного состава. Судьбу матча решила серия пенальти, в которой немного точнее и удачливее оказались хозяева. И это был, пожалуй, самый красивый результат из всех возможных. А награды участникам стали грамоты и сладкие призы. Павел Зайцев, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. О новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте tvdefisy.ru. Впереди вас ждут коммерческая информация, а также прогноз погоды на 11 мая. Всего вам доброго. И до встречи. Спонсор программы «Открытое акционерное общество. Магнитогорский металлургический комбинат». По данным интернет-портала rp5.ru, 11 мая в городе ожидается пасмурная погода. Ливневый дождь, дымка. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Отдельные порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8-12 градусов, днем 14-17 градусов тепла. В течение дня атмосферное давление будет опускаться с нормального 723 мм до низкого 721 мм ртутного столба.